Рада вас приветствовать! Давайте с вами сегодня познакомимся с комбинатором цвета для колорита Светлая весна. Напомню, что мы работаем по системе 16 колоритов, а это значит, что у нас в этом плейлисте планируется запись всех комбинаторов цвета. Про каждые из них я обязательно расскажу, познакомлю вас, возможно у вас возникнут вопросы, вы можете их задать непосредственно в комментариях к данному видео, либо написать нам на наши контакты, которые представлены на сайте, пройтись по ссылкам на сайт и более оперативно можете получить ответ. Итак, давайте знакомиться. Светлая весна И прежде чем мы приступим, я скажу несколько слов относительно этого замечательного колорита. Этот колорит отличается от остальных весенних колоритов более светлой внешностью, более низкой контрастностью и прекрасной реакции именно на светлые оттенки, которые в портретной зоне позволяют максимально включить нежность и вот такую легкость, воздушность данного колорита. Поэтому здесь есть очень важные моменты, как и в каждом колорите, есть свои секреты, которые позволят нам использовать цвет именно для раскрытия своей индивидуальности. Что же это такое для колорита светлая весна? Конечно же, это использование ключевых светлых оттенков рядом с лицом. Кто-то скажет, ну как же так, неужели я буду носить только светлые оттенки? Ничего подобного. В самой палитре, и вы в этом убедитесь сейчас наглядно, присутствуют и достаточно яркие, и более нейтральные, и более темные, и более светлые оттенки. И вопрос заключается не только в том, скажем так, есть ли они в палитре, нет ли их в палитре, а заключается в том, как правильно их объединять, чтобы при этом ваша внешность выигрывала. Основное правило такое. Не забывайте про ключевые цвета в портретной зоне. И это позволит вам в образе в целом использовать максимально свою палитру, но не теряя при этом ни свой цвет лица, ни выразительности образа в целом. Ну, давайте посмотрим и постараемся показать различные варианты решения для данного колорита. Напомню, что в каждом комбинаторе цвета вы можете создать как комбинацию из двух оттенков, из трех оттенков, ну и максимально из четырех. Не забывайте о присутствии хотя бы одного светлого оттенка. Это позволит вам очень легко пережить присутствие также и оттенков более ярких, более сочных и, соответственно, более требовательных. Мы движемся. Где-то цвет наполняется большей насыщенностью, да? Но при этом, не забывая о светлых тонах, мы можем очень спокойно их использовать. Можем вернуться назад, посмотреть. Еще зеленую гамму, плавный переход сделать. Вот отличный беж. Мы можем его дать больше. Поиграться с присутствием вот такого, одного из нейтральных оттенков этой палитры, которая может стать великолепной основой для гардероба, для палитры светлая весна. И тогда, даже если вдруг вы увидите более сочный оттенок, да, вы сможете в присутствии более светлого соединить и, скажем так, наполнить эту комбинацию таким образом, чтобы она в целом не изменяла вашему образу и вашей внешности. Беремся к более насыщенному синему, да? Поиграем с этими оттенками, посмотрим, а как это будет. Здесь одна из задач инструмента, о которой стоит сказать, в том, чтобы нарабатывать у вас визуальную смелость в работе с цветом. Если речь идет о человеке, который не имеет своей палитры, здесь вот такая смелость в использовании цвета, она может привести и к, скажем так, перебору в эффектах. Но если перед вами уже отобраны оттенки, каждый из них согласован с вашим колоритом, то здесь то, чего не хватает обычно женщинам, это смелости в игре с этими оттенками, в желании экспериментировать, открывать что-то новое, да? Не бояться соединять в свежее какое-то решение оттенки, которые еще вчера вы боялись вместе соединить, да? И вот здесь вот стоит сказать, что одно из, допустим, к примеру, да, смелых сочетаний фиолетово-желтые, оно присутствует практически в каждой палитре. Нюансы только в том, что и фиолетовый, и желтый оттенок будут очень сильно отличаться. И вот мы сейчас можем с вами тоже понаблюдать, как можно очень вкусно поиграть с этими нюансами. Сейчас я вам здесь добавлю, к примеру, да, найду еще, либо оттенок, еще один оттенок желтого, еще один оттеночек желтого, желто-оранжевый оттеночек, то есть что еще вкусного, интересного можно сюда добавить? Ну, это тот же самый оттенок. А можно добавить сюда, например, в компанию к фиолетовому, моего близкого родственника. И вот посмотрите, какая очаровательная, выразительная, но в то же время очень нежная композиция у нас получилась. Конечно, это одна из бесконечного количества вариантов композиции, да? Вы видите, что у нас здесь в каждой стопочке очень-очень много, и здесь можно вот так устраивать такой вот экспериментальный формат, да, и так далее. Ну, пожалуй, для знакомства будет достаточно. Спасибо вам большое за внимание. До встречи в нашем следующем видео.